Лимитирующие или ограничивающие просто ваши отдаленные потомки будут выбирать место для того, чтобы где-нибудь поселиться в галактике. Возьмут каталожик планет и будут смотреть условия на какой планете лучше всего подходят. И найдут допустим какую-нибудь планету, там я не знаю, приодим. Отлично. И на этой планете все совершенно идеально. Красивейшие восходы и закаты, атмосфера земного типа, вкусная еда. Только одна маленькая особенность. В качестве одного из компонентов атмосферы синилиная кислота, аж циан. Но все это остальное нормально. Все остальное нормально и даже здорово. Вы согласитесь жить в этих условиях? А что так? Все остальное здорово. А, да, дело в том, что умереть можно от одного фактора совершенно запросто. Так? Значит, вот такой фактор, любой фактор. А, давайте еще одну модель обыграем. Значит, скажите, пожалуйста, для человека, что важнее? Есть, спать, видеть, ходить в сортир? Размажаться. Нет, ну вот хорошо, четыре. Все одинаково важнее. Дышать, дышать. Все одинаково важнее. Все одинаково важнее. И вы не можете никаким образом в систему предпочтений... А нет, вы дышать, без воздуха мы продержимся много лет. А без еды? А без понятия? А нет, если говорить о скорости неизбежной смерти, вы будете совершенно правы. Нет, вы просто, если есть какое-то время, то мы его как бы найдем. А воздух, если его нет, то его и нет. Ну почему? Воздух можно найти, если есть какое-то время, другое время, чтобы, как правило, время слишком не было. Так, если фактор времени выбросить, уравниваем так время. Правда? Да. Отлично. Я подошел к вам и зажал рот и нос. Буквально через 10 секунд. Что для вас становится самым важным? Можно. Отлично. Теперь я посадю вас в комнату, кормлю от пуза, воздух и все сколько угодно, постель здесь чудесно, а вот пить я вам не даю. А с вами о чем кормить, манки? А чем вы не кормили, если я пить вообще не даю? А гречи, это негативнее. Всего в меру. Так, хорошо, либо поселил вас где-то, кормлю, пою, сортиры отличные, а вот спать я не буду. С кровати и полки торчают. Как вы пробуете лечь, тут же когда пройдет. Что для вас самое главное становится? Соспалится. А, да. Внимание. Кто может сформулировать в общем виде? Каждый конкретный момент жизни, что является самым важным? При отсутствии одного из мыслей, он становится самым важным. То, чего не хватает. Так, на самом деле это утверждение одно из важнейших, самых работающих в голове. Лимитирующий фактор. Любой фактор, любой фактор, значение которого приближается к границам толерантности, то есть границам выживания, называется лимитирующим. Именно эти факторы определяют возможность расселения живых организмов на нашей планете. Классической иллюстрацией для лимитирующего фактора является модель, предложенная Либихом. Знаменитая бочка Либиха. Ну, как устроена нормальная тащатая бочка? Представляете себе? Да. Представляете, а почему она на отдельной доске не рассыпается? Потому что она скреплена все. Чем? Такую железную вещь. Это называется обручание. А вот эти доски, у них на самом деле реально очень сложная форма, из которой бочек составлен, называется плевки. Вот представим себе такую изуродованную бочку. Вот бочка. Вот на ней обручен. А дальше? А дальше пришел узловный дядя Ник Либих и что сделал? А он ряд клепок подпилил. В результате. В результате оказалось вот что. Что? А это высота отдельных клепок, которые остались в этой бочке. То есть, вот как все выглядит. Вопрос. А сколько воды в эту бочку можно налить? По самой низкой. По самой низкой. А почему по самой низкой, а не по средней высоте? Да, через самую низкую выглядит. А потому что, как только вы прошли этот уровень, через эту границу вода станет выливаться. Правильно. Да, 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 да. Значит, в результате, согласно правилу минимума и закону Либиха, определять возможность для существования и благоприятность для существования будет не среднее значение всех факторов, а значение какого? Самого неблагоприятного. Самого минимального. На самом деле, правилу Либиха подчиняются очень многим явлениям в нашей жизни. Допустим, идет туристическая группа на маршруте. С какой скоростью она идет? С какой скоростью самого слабого участника. Дело понятно? Да. Так что, когда рассуждают о пригодности или непригодности для определенного вида определенной территории обитания, надо исходить не из анализа средних условий, а смотреть, по какому фактору самые большие проблемы. Так? Значит, и вписываются эти проблемы в границы толерантности в виде или не вписываются. Если все-таки внутри границы толерантности, то можно там ожидать найти данное живое существо. Да. А вот если уже за границами толерантности? Нет. Пускай все остальное благоприятно, но не знаю какой степени. Все равно. Идея понятна? Все равно там этому виду делать нечего. Пересечена лимитирующая граница. Все равно.